всем доброго времени суток с вами соп и мы продолжаем играть endzone world apart что ж прошлой серии мы с вами стабилизировали ну вроде как стабилизировали ситуацию после демографического взрыва добавили производство вторичных ресурсов и решали вопрос с продовольствием и водой у нас осталась незаконченная цель а именно накопить ресурсы спиртное в запасы запасы пищи и запасы воды но я думаю что мы с этим нифига не справимся у нас немножко повышается за счет того что мы запустили пивоварню повышается скажем так настроение наших колонистов но я думаю что нам нужно остановить или нет мы не будем останавливать мы на самом деле еще больше повысим производство спиртного чтобы выполнить эту цель также я так понял что пока мы не справимся с настроениями наших колонистов а именно с радиационным заражением и с недовольством по поводу умерших и всех остальных мы не у нас не начнет расти население в принципе носить как бы она растет население до потихонечку снижается на самом деле взрослого населения а младше население вообще не растет чем мы будем заниматься в этой серии ну во первых я включу игру на третью скорость сразу же для того чтобы все таки посмотреть ну точнее проследить за тем как у нас растут ресурсы и давайте все же изучать моменты с увеличением добычи некоторых вещей я также буду продолжать в этой серии находить здание которые требуют ремонта да и вычинивать все что у нас обветшало скажем так я думаю что все-таки настроение будет потихонечку повышаться а как только она будет повышаться по 1 повысится до определенного момента у нас с вами начнет но начнется опять рост населения рост населения мы к этому подготовились мы в принципе можем увеличивать как производство наращивать как производство еды так и производство воды до еды и воды нам нужно увеличить потому что у нас вроде как стабильно на одном уровне держатся запасы воды но при этом население все равно все снижается снижается а чем меньше населения тем меньше у меня работников соответственно меньше свободных людей на этой должности так строить мы сейчас ничего не строим хотя нам один строитель для починки все-таки необходим а вот водоносов мы все-таки будем увеличивать так к нам прибыл новый торговец давайте посмотрим что он нам привез он нам привез радиационным заражением воду тыквы да я так понимаю но можем у него за медикаменты покупать пиво но мы этим заниматься не будем соответственно этот торговец в пролете сейчас будет находиться так словом у нас все хорошо все стабилизировалась поэтому давайте наверное мы со старевщика уберем 4 человека в принципе и наверное во первых добавим одного лесника так как у нас два здания с лесничьими да и добавим сейчас медиков так вот даже до четверочки поднимем потому что у нас вроде как болезни 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 все равно возвращаем третью скорость будем наблюдать за тем как у нас повышается население в колонии но оно должно повыситься в любом случае у нас остался осталось четыре человека недовольных жизнью два человека с радиационной болезнью я думаю что повязки которые мы начали производить в прошлой серии призваны в общем-то обеспечить наше население самой низкой защитой а именно ну ну повязками да как там также мы перевели производство инструментов прошлой серии из металла на производство инструментов излома и теперь у нас в общем-то инструментов хватает всем единственно что у нас не хватает до сих пор воды я не знаю как это с этим справиться пока что потому что даже при наличии четырех мостков два мостка работают два нет ну я на них не вижу вообще в принципе водоносов но скорее всего это связано именно с тем что у нас в принципе водоносов меньше чем должно быть даже больше чем на 50 процентов так поскольку население потихонечку прибывает потихонечку прибывает ох наконец-таки настроение нашего поселения увеличилось так сейчас у нас я так понимаю просто цикл жизни нашего закончится нашего одного зараженного радиацией рыбы сейчас нету поскольку наступила засуха поскольку наступила засуха давайте сделаем постановление по ограничению воды как-то так так пища запасах у нас достаточно да уже 8000 с лишним по спиртному мы так и не выходим по воде мы тоже не сможем скорее всего выйти на требуемый ресурс ну скорее всего мы вот этот ну эту цель мы потеряем можем ее даже вообще отменить так это снова снова показать описание дан задание настроения если вы не справитесь с выполнением этой задачи недовольство поселенцев возрастет ну как тут справишься есть пыльные бури и все остальное у нас 90 человек нам бы выйти хотя бы человек на 150 нужно думаю так на логистов давать чуть повышать уже 9 уже 89 то есть мы в общем то вернулись к состоянию нашей колонии дом демографического взрыва это плохо это плохо так что у нас здесь лимиты до пошли лимиты по защитным повязкам я думаю что лимиты по защитным повязкам давайте наверное увеличивать где у нас повязка 100 давайте повязка 200 сделаем лимит угольной маски 100 защитные костюмы 100 увеличиваем лимиты по повязкам также наверное увеличиваем лимиты по всем остальным ресурсам да так по всем остальным ресурсам вообще пройдемся по лимитам лом 1000 лом 1000 полторы тысячи я выставляю лимит ткани 100 выставляю ткани наверное 200 ну повысим уж у нас у население чтобы повышалось давайте повышать лимиты производства еще выше да так экспедиционный паек нам пока не востребован в принципе травы травы лекарства повышаем лимиты еще выше да сделаем 800 единиц и того и другого все по лимитам и вроде как все выставили нас только экспедиционный паек в лимит упирается по еде в воде что он хватит ли у нас для все все для этого для хранения да конечно хватит у нас явно запасы во всех зданиях поселения связаны с логистической сетью 25 процентов принципе неплохо принципе неплохо мы повысили лимиты соответственно можем включать опять третью скорость и смотреть как эти лимиты будут дальше расти они в любом случае должны будут расти задачи миссии не выполненном ну я понимаю что так это как бы это было неизбежно на самом-то деле нас 22 человек опять недовольны тем что мы не выполнили задачу ну что ж поделаешь праздник не удался у ребят так что на здесь с мы с ними так и не заключили опа дикий кабан 2 кабан это мясо причем явное мясо правильно правильно давайте продолжим честную сделку 33 повязки 46 ткани ни хрена дорогой кабан какой а получается у нас ну ничего не поделаешь хорошо добавили давайте смотреть у нас здесь чё нету фиб как нету одного не хватает фермеров не хватает на росителях да я так понимаю людей а чё у нас в принципе с персоналом есть нас 4 свободных человека да давайте поливщиков вернем это напрямую зависит от этого количества нашего но качество производства пищи фермеров не хватает ну что поделаешь так пастбище с кроликами что у нас с кроликами 100 единиц пищи производится да здесь 200 косули 240 единиц пищи здесь молоко и 160 козлятины если мы кроликов допустим а у нас сюда иду еще одно пастбище влезет вполне себе влезет да на самом деле ничего давайте еще одно пастбище построим так пастбище влезает причем или не влезает эх не влезает не нам больница мешает жалко очень хорошо было бы у нас здесь еще одно пастбище разместить так может быть все таки как-то да нет никак что с лекарствами сейчас все хорошо с лекарствами даже производства еще увеличилось блин пастбище хочу сюда поставить чё разберем да да наверное лимит производства уже сразу достигнут давайте разберем наверное больницу или не будем разбирать да разберем больницу построим пастбище а больницу хоть из потери ресурсов но построим чуть-чуть подальше где-нибудь вот здесь вот так давайте увеличим скорость так скорость увеличили скорость уменьшили и строим еще одну пастбище влезает замечательно замечательно влезает заботимся дорогами здесь вообще дорог нету до закончим уже полностью эту эту территорию заселять нет я не доделал да вот здесь вот не доделал вроде как так и на этом пастбище мы будем кабанов кабанов я думаю что кабаны дадут нам хорошее количество мяса но я по крайней мере на это надеюсь я в этом не сильно уверен если честно но надеюсь всем сердцем надеюсь ладно что у нас опять 26 недовольных они в это влияет на на наше население на настроение населения но я думаю что мы с этим тоже как-нибудь справимся потому что с едой мы вроде как начали справляться с водой мы начнем справляться только в том случае если у нас количество водоносов будет все время увеличиваться сделку мы заключили значит кабаны у нас на складе что у нас со строителями я думаю что у нас просто один строитель до его достаточно я думаю будет чтобы построить это это пастбище нас не хватает фермеров которые на вырос на выращивание кукурузы вроде как один появился да ну ка фермера оп увеличим на одного человечка да фермер появился на своем поле все хорошо это мы стабилизировали что у нас здесь не хватает сортировщиков до сортировщики то нас по металлу до по лимит достигнут разве я лимит металлу не увеличивал нет не увеличивал давайте до 200 увеличим лимит поскольку у нас вроде как запасы запасы города вполне себе хорошие так плюс 300 плюс минус 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 обороты давайте по по оборотам смотреть мы должны производить больше чем потребляем древесина вроде как неплохо все уголь явно производится больше чем потребляем спиртное вроде потребляемым произведено 40 потребление 775 то есть все таки нужно еще увеличивать потребление но за счет того за счет населения да но у нас как бы нету сейчас свободных людей туда-сюда прыгает явно количество у нас взрослых взрослых профессионалов так чё у нас на торговый пункт опять кто-то прибыл что буйвол блин ёкарный бабай сколько полезностей то а ну-ка да да с лекарством я вообще в принципе согласен можно 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 вполне себе это позволить хотя мы и разобрали сейчас больницу ну мы же ее сейчас вернем на самом то деле так пастбище у нас построилась выбираем тип животного и дикий кабан 7 животных 160 пищи да ну на самом деле не так уж и много пищи но но при этом при этом скорость скорость размножения больше намного да ну не намного но в общем больше 160 здесь 160 ладно выбираем тип тип дикий кабан кроликов мы сейчас заменим хотя кролик размножаются быстро на самом деле не уверен что не уверен не уверен может быть стоит что-то заменить косули может быть и косули не факт не факт что это будет хорошо но в любом случае больницу давайте возвращать потихонечку так а сколько у нас здесь дома в домов влезет ну-ка жилье дома два дома влезет влезет вполне себе хорошо мы их наверное поставим пока на паузу да как то вот так вот чтобы они у нас в данный момент не производились так что еще дорожку надо провести вокруг этих домов и вот сюда сейчас расположим больницу вторую он замечательно она у нас сюда влезла шикарно так нам не хватает все еще население но куда деваться вылечим скорость на троечку недовольных должно быть меньше на самом-то деле все меньше и меньше так а что если нам взять какое-нибудь задание у поселенцев плохое настроение так у наших поселенцев улучшается настроение наверное нужно дать им возможность отдохнуть хорошо пивная одна построена трактирщик есть произведено спиртного произведено спиртного 20.72 как хорошо как мы удачно да удачно удачно вообще сюда вписались если что так давайте-ка смотреть что у нас в пивной может производиться пиво пиво производится явно из пшеницы да необходимый ресурс это пшеница а пшеница же у нас вроде как есть а у нас кукурузы есть у нас нету пшеницы не хватает пшеницы ладно спиртное из грибов делают вроде как ништяк давайте посмотрим вот на этом поле у нас здесь же перец и здесь перец да есть ли у нас пшеница нет у нас пшеница нифига будем ждать будем ждать пока нам привезут привезут данное данную культуру так что у нас есть свободные люди есть и для этого я хочу пастухов увеличить да пастухов на максимум прям 6 человечек человечков так спиртное производится сейчас мы эту цель выполним соответственно у нас улучшится еще вроде как население так ну где где быки то кабаны вы где что значит один кабан у нас было два кабана или мы одного кабана купили если мы купили одного кабана то это задница нет два кабана у нас так молоко и буйволятина молоко и буйволятина угу 240 молоко и буйволятина шишка коз меняем на буйволов тогда ну я думаю что стоит стоит этим озаботиться на самом деле да награду мы получили хорошо не может не радовать что у нас больница построилась построилась лимиты готовы лимиты готовы соответственно нам что нужно наверное добавить медиков медиков а мы не можем добавить у нас нету свободных людей в принципе но ничего страшного я думаю что сейчас у нас немножко начнет повышаться настроение наших жителей и соответственно они начнут начнут себя лучше чувствовать а где кабаны вот мне интересно где второй кабан непонятно так что у нас скоро засуха поэтому давайте к снизим наши наши лимиты наших животных чтобы они потребляли меньше воды думается мне это будет хорошим ммм вот мигает это что мигает непонятно что мигает у нас уже лимит еды скоро да будет достигнуть так все два кабана вижу все два кабана все шикарно шикарно кабанов наверное пока тоже ограничим таким макаром у нас увеличивается производство еды уже прям по максимуму это козырно все с едой можно забывать эту ситуацию единство что наверное мы коз все таки заменим на давайте снизим выберем тип животных буйволов так на этом пастбище осталось три животных хотите зарезать их получить 480 сенец пищи или выпустить их на волю забить конечно потому что коз мы еще если что поймаем хотя может быть и нет дела идут очень даже неплохо у нас есть все необходимые для выживания но некоторые считают что можно пойти еще дальше эти люди предлагают на всякий случай сделать запасы на черный день если подумать довольно здравая мысль конечно собираемся запасы еды надо увеличить лимит да у лимит по еде лимит по инструментам вода угольная маска в запасах хорошо что у нас по повязкам по повязкам все неплохо чуть-чуть я понижу скорость я хочу посмотреть что остались ли у нас козы да две козы у нас в запасниках есть это хорошо здесь мы поменяли на буйволов я думаю что через какое-то время здесь появится второй буйвол и все будет работать у нас пошли лимиты по еде давайте выставим лимиты по еде по пище допустим пятнадцать тысяч это десять тысяч давайте пятнадцать тысяч выставим лимит думаю этого будет хватать по воде у нас девяносто тысяч лимит ничего не вижу в этом по уголю еще добавляем лимит травы лекарства давайте по тысяче так дезактивационный набор увеличиваем лимит пробежимся экспедиционный паек нам пока не нужен все остальные лимиты вроде как мы снизили да то есть порог повысили соответственно лимитов нету сейчас у нас проблемы с водой опять выставляем ограничение по воде на три года да 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 я понял я понял и что нам какую-то цель новую добавили нету запасы пищи мы выполнили инструменты инструменты я думаю что мы сейчас тоже выполним да ну я надеюсь что выполним воды в запасах у нас нету угольные маски в запасах у нас 150 почти единицы обычных повязок соответственно можно переводить два из четырех магазинов портного на угольную маску уже думается мне так количество детей у нас повышается уже 31 ребенок это хорошо это не может не радовать приближается песчаная буря куда куда от нее деться никуда собственно я так понимаю что 85 человек у нас сейчас и это снижает нам все все что можно блин все больше и больше проблем в нашей колонии на самом деле так на торговый пост прибыл торговец что нам привез курицу он нам привез уж я не знаю надо купить на самом деле куриц давайте посмотрим что он хочет за это не так уж он много за это и хочет на самом то деле зато курицы у нас будут на складе сможем яйца делать да насколько я понимаю так что у нас здесь буйвол пока один пока животные растут животные растут давайте до двух снизим пока так как у нас сейчас засуха их дикт по воде у нас есть что у нас тут с бурей да сломались сломались дома а чё у них по вообще прям сломались да о проблемка проблемка надо как-то увеличивать количество во-первых учителей о я у учителей просрал разработчиков ладно хрен с ними пока у нас и так 4 очка и они не сильно востребованы если что строителей надо увеличивать водоносов надо увеличивать строители подождите строители у нас один хорошо на тройку увеличиваю скорость не обращаю внимание сейчас продовольственные пункты у нас значит логистов не хватает но вроде как сейчас подрастет поколение да новое это хорошо это не может не радовать так нам нужно кровь из носу выполнить задачи лимит у нас лимитные инструменты так мастерская лимит повышаем прям до 150 да хорошо что я заметил значок соответственно мы бы сейчас уперлись и никогда бы не выставили на самом-то деле эту ситуацию в плюс так я думаю что с учетом если мы сейчас выполним это задание у нас настроение у населения еще повысится это хорошо соответственно мне нужно увеличивать количество водоносов вот так вот чтобы у нас увеличилось количество количество воды требуя нам требуемое нам для того чтобы выполнить этот квест я не знаю что с водой у нас и дикт стоит еще по экономии воды стоит эх походу ни хрена мы не выполним эту задачу так давайте наверное еще снизим количество медиков до двоих могильщиков до одного еще водоноса прибавим двоих и давайте увеличивать количество рыбаков наверное не стоит мало того я думаю что рыбаков надо потихонечку потихонечку вообще убирать одного оставим а вот этого уберем да давайте вот этого разберем а этого оставим в принципе в принципе я думаю будет неплохо что у нас тут с домами в общем то все здесь проведено осталось их построить ну я не буду их пока строить они пока останутся в проекте смотрю у нас колодезник одного не хватает добавился колодезник да так население начинает подрастать понемножечку мне нужно на самом деле логистов увеличивать чтобы они таскали все семь восемь тысяч что у нас по задачам восемь сто у нас инструменты излома в запасах мало так 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 а как нам их увеличить то блин время то под заканчивается может быть нам техника одного прибавить даже двоих точно техника прибавим и сейчас инструменты попрут мы выполним эту задачу задачи оказываются очень важны на самом то деле здесь так ну и что ну пожалуйста один свободный давайте еще техника добавим чтобы инструменты нам делал все замечательно поселенцы довольны все равно пять недовольных человек осталось ну может быть это временная ситуация хорошо так что по профессиям охотники охотники охотник один остается в любом случае он добывает какое-то количество мяса что мне не хватает мне не хватает старьевщиков сортировщиков это понятное дело но мы сейчас не сильно востребованы в ломе мы сейчас востребованы с вами в лесниках лесник остался один о как лесник остался один давайте одного техника уберу лесника увеличу травник один ну у нас в принципе с медикаментами все отпад вроде как население не сильно растет на самом то деле у нас нет одного сортировщика да давайте добавим сортировщиков и получается таким макаром мы с вами что сегодня сделали мы нашли диких кабанов мы добавили буйволов можно в принципе увеличивать количество всех животных да давайте увеличим количество всех животных посмотрим как это влияет вообще на воду в принципе так здесь все добавилось 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 да так что у нас здесь прибыл какой-то торговец что хочет ничего полезного он нам не привез нам в принципе нечем с ним торговать или все-таки что-нибудь закупим давайте может защитные костюмы 12 штук купим с ними проблемам с них на них делают на них очень много тратится ресурсов да думаю что достаточно будет так у нас начинается я так понимаю эпидемия ну не эпидемия но по крайней мере люди болеют люди болеют соответственно нам нужно как-то туда добавить давайте вот углежогов снизим потому что явно они производят достаточное количество хотя в принципе он с медикаментов навал ну ладно добавим все-таки медиков так ну и опять на троечку да скорость игры смотрим что и как ученых нету понятное дело кто-то здесь везде заболел понятное дело так нам нужно ремонтировать здание поскольку я пока их не сто не строю ну точнее я не строю ничего нам нужно ремонтировать здание что у нас с водой десять тысяч уже неплохо что ж пока все неплохо ну что почти полторы серии да у нас нам понадобилось для того чтобы стабилизировать нашу колонию после демографического взрыва которому я устроил вот уже сто человек сто человек и плюс тридцать человек у нас еще в продакшене ну то есть в смысле в перспективе шесть человек свободных так я увеличиваю фермеров до десяточки я увеличиваю водоносов еще на два и логистику надо поднимать все что ж давайте смотреть дальше по ремонту вроде как построился ремонтируем здание дальше вот этот дом ремонтируют нет должны должны отремонтировать что у нас здесь не хватает что ресурс недоступны вблизи от вас пища пища потому что у нас здесь нет у нас проблемы в принципе давайте наверное переведем раздатчик еды перенести область перенести область нам нужно на рынок и склады вообще вот так вот да переведем пускай еду раз растаскиваю с рынка с полей так вот это будет полезнее на самом деле так световое будущее базовые потребности поселения они считают что это что настало время уделить внимание культуре и уровню жизни в конце концов мы хотим жить а не просто выживать хорошо что от нас требуется так производство ресурсов инструмент из металла двадцать одну единицу что у нас с инструментами шестьдесят восемь единиц инструментов я думаю в принципе я с ними даже соглашусь что можно переводить инструменты на металл тем более что металл у нас тоже уже достиг хорошего уровня производственные ресурсы защитный костюм построено здание из категории украшений пятьдесят пять из пятидесяти семи то есть нам нужно еще парочку украшений поставить ну в принципе мы со всем этим справимся да единственное что только я снижу скорость чуть-чуть чуть-чуть снижу скорость и давайте смотреть что у нас по зданиям по потребностям здесь что свалка свалка развалены перенести в область то есть они все собрали все собрали и ходить им все дальше и дальше да давайте вот здесь вот разгребем всю эту территорию это же у нас ближайшая свалка а это у нас дальняя свалка даже не знаю здесь сначала экспедицию нужно отправить да пусть собирают там а что у нас здесь то же самое да не пусть да перенести рабочую область нужно А эти пускай собирают вот здесь вот Как-нибудь вот так вот Хорошо, с этим мы разобрались У нас опять недовольных 16 человек Что еще у нас есть? Лимиты Почему по пластику? По пластику лимиты Значит, ребята, давайте переведем их на ткань На ткань Пока временно Хотя нет, действительно Я оставлю пластик на своем месте Почему? Потому что нам сейчас нужно Строить защитные костюмы Здесь у нас что? Маска Повязка Что у нас здесь? Повязок 174 Масок уже 16 Но нам давайте угольные маски Повязки переведем на костюмы Да все переведем на костюмы А как только выполним эту задачу Переведем часть на маски На угольные маски Да? Да, думаю это будет правильно Так, что еще? Инструмент из металла Начали делать? Начали делать И я так предполагаю, что это не влияет Да? На лимит, который у нас установлен У нас в принципе лимита нет После дезактивации требуется человек Дезактиватор одного добавляем Шесть человек у нас свободных Увеличиваем логистику Увеличиваем водоносов И одного фермера добавляем Я как-то так пока буду Буду это все продвигать Тем более, что у нас вроде как идет рост населения И это хорошо Что еще? Украшения Еще нам нужно два украшения построить Выбираем украшения И строим что-нибудь Типа памятника Памятника куда-нибудь сюда вкорячим его? Нет, ни сюда, ни вкорячим У нас где-то здесь вот свободное место вроде как оставалось, да? Да, вот здесь свободное место Давайте смотреть, что сюда влезает Сторона сюда не влезает Но сюда вполне сюда влезут опять флаги, да? Но у нас здесь и так, в общем-то, флаги есть Так, давайте здесь живую изгородь построим Вот так вот Ай-яй-яй-яй Отменить стройку Живая изгородь Кустики Сюда кустики поставим Ну, грубо говоря, вот так вот Немножко отсоединим Так, что у нас здесь? У нас здесь с дорогами проблемы, да? А, опа, как Не влез я нихрена Ладно В принципе, у нас сколько здесь? Три клетки, да? Ага Сюда мы вполне себе можем украшения понатыкать Ну, живую изгородь Вот так вот Пусть будет красота Что вроде? Вроде как все, да? Теперь нам главное посмотреть, чтобы все эти цели были выполнены Ладно, я на тройку увеличил скорость игры Давайте смотреть Нам нужно увеличивать Так, водоносы уже более-менее Ну, единственное, что только у нас опять потребление растет Не факт, что это показатель того, что у нас что-то не хватает Скорее всего, все хватает Просто не хватает рабочей силы Да, и животных вроде как я нарастил, да? Потребление 120 воды 120, 120, 120 Но зато это производство еды В любом случае С едой все хорошо, все шикарно Так, здесь у нас пошло производство Пошло производство Инструментов из металла есть Производство ресурсов Защитный костюм 4 из 21 Украшения построены Все, хорошо Настроение растет Соответственно Что? Соответственно, растет Настроение В принципе У людей Водоносов Водоносы В две башни забили Водонапорные башни И третью начинают заполнять Потихонечку Это хорошо Что у нас с этой Водонапорной башней? Здесь запасы едва-едва Едва-едва Может быть, нам нужно Перенести рабочую зону Как-то вот так вот Ее поставить Да? Чтобы вот эти мостки Тоже были задействованы Ладно, нам нужно В общем-то Продолжать починку зданий Потому что многие здания У нас уже Обветшали Пивоварня Пивоварня на грани Так, я снижаю скорость Уже до двоечки Потому что я уже Не успеваю За ростом населения А нам нужно Контролировать это Хорошечно Так, колодезник есть Поливальщик есть Нам нужен трактирщик Люди в восторге Новые одежды Инструменты Это то, чего нам Не хватало Спасибо, что Так заботитесь о нас Замечательно Все, у нас уровень настроения Уже вышел В плюс Вышел Замечательно Трактирщиков Добавляем Пусть производят нам Все, что нужно У нас две больницы Давайте по два медика На них расположим Тем более, что Лимиты еще не до конца готовы Что еще У нас шесть человек Свободных Давайте троих На строителей отправим Быстрее будут ремонтировать Что еще Портных Увеличиваем Конечно же Для производства Защитных костюмов И повязок Все Вроде как Всех потратили Свободное население Свободным населением Давайте Чинить здание Так У меня не хватает Нового сортировщика Да Так Надо портного Тогда я одного Убираю А вот сортировщика Одного добавляю Старьевщики У нас С деревом Проблемы Почему Потому что Лесников мало Рубить и сажать Рубить Значит Этого Рубить Сейчас Лесников Добавим Да Что-то я с деревом Совсем потерял ситуацию Но ничего страшного Что у нас Торговец прилетел Что он нам предлагает А ничего хорошего Он нам не предлагает У нас все это В общем-то Есть Пиво Хотелось бы Конечно купить Но нет Нет В этот раз Точно Действительно Он проходит мимо Проходит мимо Ладно Мы стабилизировали Вроде как ситуацию Вроде все как Неплохо Вроде как Все хорошо Давайте увеличим Скорость времени Чтобы пыльная буря Прошла быстрее У нас еще И с пыльной бурей Еще и засуха Да Опять Сейчас просадку По воде увидим Я пока не очень Соображу Как эту просадку По воде решать Ладно Судя по тому Что у нас У медиков Лимиты Давайте двоих Снизим Вернем еще Одного портного Сортировщик У нас есть Что еще Рыбаков Рыбаков Сейчас засуха Не имеет Никого смысла Водоноса Одного Еще добавим И все Пока Пока все Что ж Хорошо Что у нас здесь Ох Кабанов Сколько уже Завелось Ребят Ну прошу прощения У нас засуха Поэтому давайте Всех животных На мясо И буйлов Тоже На мясо Ой У нас сейчас Вообще Что там По запасам То у нас Уже Да не Нормально Пока Еще 15% Ну мы Видать Много Что потратили На самом То деле Хотя Не факт Не факт Ладно У нас Народ Опять Пребывает Это Хорошо Кого Добавляем Старьевщиков Небось Добавляем Нам вообще Лесняков Надо добавить Как то так Что у нас С апгрейдом Здания Ага У нас не хватает Электроники На этом Да и дерева Не хватает Ладно Соответственно С этим мы Ничего не можем Сделать Ладно Я так Предполагаю Что у нас Все вроде Как в рамках Разумного Единственное Что с инструментами Наверное Косячок какой-то Сейчас будет С защитными Одеждами Все хорошо 180 масок Так Нам нужно Двоих портных Переключить Давайте Вот эти Два Будут Защитные Костюмы Делать А эти Будут Делать Защитные Угольные Маски Как то так В итоге Что Получается Здесь Все Собирают Металл Металл Пластик Пластик А здесь Все ткань Правильно Да Только здесь Надо все Чинить Стоп А что это Они не починили До сих пор Мы же вроде Как на На серьезной Скорости Работаем Но при этом Нифига Не починили Ничего Здесь все Починили Здесь Вот Вот здесь Дом Вообще Дом Вообще Ладно Продолжи Строительство А что Какой склад Они чинят Интересно Это что Не понятно Давайте построим Эти Стоп Не так Да Вот так Включаем Возвращаем Эти два Дома На очередь Чтобы нам Резервы Не хранить Так 125 124 Ну в общем Народ прибывает Потихонечку Это хорошо Давайте Возвращать Разработчиков Потихонечку Шесть человек У нас Сработных Мне нужно Наверное На ферму Отправить Четверых На пастухов Давайте Два их Отправим Охотники Нам не сильно Нужны Вот Рыбаков Прибавим Учитель Трактирщик Ну вроде Все неплохо Пока Все пока Неплохо Ладно Давайте Разберемся Может быть Что-то новенькое Стоит уже Чем-то Заняться Уже Новеньким Да Так Задачи Электричество Пока Нам не доступно Научный Пост Метеостанция Нужно Открыть С помощью Разработки Логистика В логистике Мы вроде Как Все Построили Да Гимназия Кладбище Пивная Да У нас Как Все Построено Нам Осталось Только Вкладываться В развитие В разработку Да Хорошо Давайте Смотреть У нас Есть Четыре Очка Ткацкая Фабрика О Сортировка У нас Открыта Но нам Нужно Для этого Начать Разработку Сортировки Да Давайте Начнем Разработку Сортировки Нам Для этого Потребуется Три очка У нас Было Четыре Нам Для этого Нужно Дерево Дерево Я думаю Что Сейчас Реализуют Ребята Лесники Да Они Только Рубят Между Прочим Поэтому Наверное Одного Все таки Нужно Орубить И сажать Переведем Вот так Одного На рубку И посадку Одного На Конкретную На Конкретную Рубилово В принципе У нас Здесь Уже В принципе Я думаю Что нам Нужно Вообще То Их Рабочие Зоны Переместить Так Чтобы Они Не залезали Вот сюда Да Давайте Переместим Сделаем Вот так Вот Чтобы До полей Немножко Доходило И все Вот так Вот И этого И этого До полей Немножко Доходило И все Переведем Территорию Потому что Вот это уже Явно все Нужно нам Убирать На самом Деле У нас уже Колония В какую Сторону Расширяется С этой стороны Горами Ограничено Но я так Понимаю Что скоро Мы уже Вылезем За пределы Этих гор Вполне себе Так Ну и что у нас В итоге Разработки От 6 От 0,6 Годов До 7,6 Годов Это при наличии Чего Древесину Должны Притаранить Лом Притаранить Металл Притаранить Правильно Это мы Вот здесь Увидим А я так Понимаю Что время Разработки Зависит От количества Разработчиков Правильно Правильно Что у нас Три свободных Оп Теперь Чуть Пять Будет Разработчиков Посмотрим Посмотрим Даже уже Лом Притаранили Хорошо Все Сортировкой Займемся Кстати А ну мы Даже не знаем Что там На сортировку Требуется Потому что Профессия Сортировщик Мне вот Хотелось бы Убрать Вот этих Куча Сортировщиков И Заменит Их Сюда Посмотрим Посмотрим Так у нас Началась Эпидемия Да Я так Понимаю И у нас Нету Колодезника Одного Колодезника Одного Добавляем Что у нас С медиками 2 из 6 Может быть Стоит Кого то Убрать Откуда то Да Дай С двух С водоносов Уберем Медиков Добавим Так вот 4 медика Будем держать Я думаю Что их будет Хватать А может И нет Пока Не в курсе Я Так Ладно На тройку Увеличиваем Скорость Времени И давайте Наверное Потихонечку Заниматься Дальше Починкой Зданий Я не понимаю А почему Что с этим Складом Не так Долго Его будут Строить Даже Здесь Дома Построились Построились Непонятно С водой Вроде У нас Все Все Хорошо Все Все Улучшается Так У нас Свободные Люди Появились Появились Давайте Лесников А Лесников Уже Добавить Не Получится Техника Одного Добавим Строители Добавим Давайте 5 из 5 И Давайте Смотреть Они Вообще Ремонтируют Склад Или Нет Так Здесь Все Хорошо С домами Вот У нас Ветхий Дом Починить Это Поменять Здание Давайте Посмотрим Почему Кто Придет Его Чинить Да Вроде Никто Не Приходит Его Чинить Странно Я Думаю Что Все Так Должны Приходить О Стоп Стоп Ты Кто Логист О Как То Дом Чинит Логисты Так Давайте Еще Раз Проверим Ну Что У нас Ну Почини Здание Нет Нам Кто Ты Такой Строитель Непонятно То ли Строители Чинят Здание То ли Логисты Чинят Здание Непонятно Непонятно Так У нас Закончился Уголь Какого Хрена Потому Что Уголь Закончился Скорее Все Потому Что У нас Не Хватает Лесников Ресурсы Хижина Лесника Что Добавляем Еще Одну Хижину Лесника Будет У нас Теперь Их Три Думаю Что Это Будет Правильно Поскольку У нас Сейчас Приток Населения Довольно Приличный Мы Сейчас Построим С вами Хижину Лесника Потому Что Явно Углежоги Уже Тут Ни Причем У них Просто Нет Ресурса В смысле Древесины Да Да Ресурса Нет Сырья Нет Поскольку Уголь Явно Делается Из Из Дерева Такая Ситуация Возникает Что У нас Там По Разработке Так Собираются Ресурсы Ага Все Еще Собираются Ресурсы Да Дерево Не Хватает Ну Понятно Дерево Все Сюда Таскают Какое Только Можно А здесь Что Чего Не Хватает Уголь Не Хватает Здесь Не Хватает Угля Не Хватает Ага Так Хижина Лесника Готова Готова Значит Перемещаем Область Сюда Ж Да Наверное Да Сюда Ж Заставим Опять же Только Рубить Деревья И Посмотрим Повлияет Ли На Это На Наш Персонал По Любому Повлияет Так У нас Один Свободное Поселение Давайте Строителей Все Так На Двушечку Скинем Двое Двоих Оставим А вот Лесников Увеличим По Максимуму Мне Сейчас Нужен Лес Как Минимум Так Можно Наверное Углежок Нет Углежок И так Двое Ну Че У нас С лесом Ребятушки Непонятно Вроде Все Пока Неплохо Сортировщик У нас Так И Не Будет Сделан Потому Что Нет Древесины Ну Да Всю Древесину Сейчас Сюда Так Двух Сортировщиков Нет Что с Населением У нас Двое Свободных Сортировщиков Возвращаем Пусть Работают Старьевщики Работают Так Ароситель То есть У нас Нет Одного Поливальщика Вообще Трое Так Рыбаки Водоносы Давайте Разработчиков Одного На 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 Поливальщика Добавим Так Вроде Как У нас Уже Все Сюда Все Натащили Да Натащили И Че Че С Разработкой Вроде Все Ресурсы Притащили Нет О Началось Началась Разработка Это Хорошо Давайте Поглядим Че У нас Заражением Да Нам Тут Конечно Буря Принесла Да Свои Плоды Будем Ждать Дождя Урин Загрязнений Неизвестен Так Это Нам Нужна Будет Метеорологическая Станция Я так Понимаю Да Чтобы Изучать Уровень Загрязнения Что У нас Еще Засуха У нас Еще Засуха Мучает Но Ничего Сейчас Она Пройдет 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 Че У нас По Населению Есть Еще Свободные Люди Есть Давайте В Разработчики Их Засунем Может Быть Мы Сегодня Успеем Заняться Сортировщиком Оп Конечно Я Сомневаюсь В этом Но В принципе Почему Б и Нет Опять Пыльная Буря Приближается Да Ёкарный Бабай Да Не Кайф Вообще Вообще Не Кайф Ну Ничего Население Уже Растет Явно Скоро У нас Еще Будет Демографический Взрыв Я Уверен Второй Уже 45 Давайте Посмотрим По Нужно Ли Что-то Чинить Нет Вроде Все Вычинено Я Так Понимаю Что Они Автоматом Чинят Только Когда Им Рук Не Хватает Тогда Они Автоматом Не Чинят Так С водой Вроде Все Неплохо Блин Надо Как-то С водой Решать Вопрос Я Не Очень Понимаю Как Но Только Видимо Руками Ну В смысле Работниками О 7 Свободных Человек Так Да Давайте Всех На Воду Воды Мы Никак Не Можем Запастись Нормальное Нормальное Количество Воды Немножко Я все Таки Снижу И Давайте Двоих Пастухов Добавим Да И с разработки Сейчас будем Снимать Людей О Почти Изучилось Хорошо Хорошо Центр Сортировки Центр Сортировки Так Здесь Здесь У нас Достигнуты Лимиты Это У нас По Пластику И Так По металлу Не достигнуты По тканям У нас Достигнуты Лимиты Нам Нужно Наверное А что Нам В принципе Нужно Нам Нужен Сортировщик Но На ткани На ткани У нас Не хватает Ткани У нас Метал Не хватает У нас Изначальных Ресурсов То есть Базовых Ресурсов Не так Уж Много На самом деле Металл Не Пускай Остаются Так Как Есть Я Лимиты Поднимать Не буду Так У нас Нужен Еще Вот Сортировщик Один Да Все Все Пока Неплохо Что Этот Товарищ Нам Привез Ничего Полезного Он Нам Не Привез Поэтому Может Лететь Отсюда Обратно Откуда Прилетел Все Хорошо Все Хорошо Если 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 У нас Не Была Проблема С Водой Но С Водой Мы Вроде Как Разобрались Потихонечку Ее Сейчас Добьют Тем Больше Животных Я Лимиты Уменьшил Давайте Животных Лимиты Увеличим Запас Если Вдруг Че С Голодом Будет Да Можно Будет Раз Их Порезал И Все Потребление Воды Видите Мы Снизили На Засуху На Время Засухи Надо Увеличивать Производство Воды Ну Пока Мы Не Накопим Население Которое Будет Полностью Занимать Все Наши Рабочие Места Мы С Этим Не Справимся Что У нас С Постом Дезактивации Нам Не Хватает Угля Угля Не Хватает Почему Здесь Уголь Производится Производится У нас Хватает Углежогов Давайте Немножко Распределим Обязанности Так как Уголь Это важная Для нас Сейчас Составляющая Медика Одного Снимем Добавим Углежога Все Вот так Вот Раз Ну Хорошо Погнали Дальше Что у нас С центром Разработки Уже Скоро Уже Скоро У нас Будет Готов Центр Сортировки Все Пока Неплохо Отсюда Вот из этого Дождесборника Вообще Ни хрена Ни одна Ничего не берется Да у нас Ну да Потому что у нас В общем то Да У нас эти цистерны Не успевают Наполняться Соответственно Вода не доходит Сюда Да Да я определился Явно с проблемой Так Завершена Разработка Новой технологии Шикардосно Так Соответственно Мне можно Наверное Разработчиков Снизить Вот Дайте Двоих Оставим Всех Четыре человека У нас Свободных Да Одного На строителя Пустим Кто у нас Еще есть Охотник Рыболова Рыболова Поднимем Кого еще Сортировщик Нам не нужен Лесник У нас Вот давайте Еще лесника Добавим Ну вроде Как все Пока все Ну что Давайте разбираться Раз у нас Открылась Центр сортировки Смотрим Что это такое Ни хрена себе Так На сортировке Работают сразу Несколько Сортировщиков Находящихся В лом Так Находящих В ломе Металл Ткань Пластик И электрон Электронику Одновременно Профессия Сортировщик Что у нас По Затратам Угу Ну давайте Давайте Замутим Замутим И его Прямо Вот тут Вот Я думаю Что это будет Полезно Разместим Где-то Тут Как-то Вот так Вот Да Ну да Замутим Дороги Вокруг Него И посмотрим Сколько Туда Влезет Рабочие Силы Это В смысле Строители Да Сейчас Угу Замутим Сколько Тканей Мы уже Достигли Лимита Здесь У нас До сих пор Требуется Уголь Да Я так Понимаю Да Но Углежоги Работают Прям На полную Катушку Для того Чтобы Все Работало Хорошо Весь Свободный Люд Который У нас Сейчас Есть Нужно Переносить На Логистов Сейчас У нас В колонии Все Все Более Менее Ну Я так Считаю На самом Деле У нас Все Более Менее Практически На всех Фронтах Непонятно Почему У нас Здесь Заражение Идет Вода Вода У нас Сюда Поступает Зараженная Откуда Непонятно Так Че У нас Прибыл Торговец Какой Так Че Нам Привез Ну Ничего Полезного Опять же Он Нам Не Привез Мы Сейчас Не Нуждаемся Ни В чем Из Этого Ну Кроме Электроники Электроники Можно Конечно Поставить За 1200 Еды Да Только В путь На Репутация Давайте Даже Наверное Еды А Мы Не Можем Больше Еды Дать К сожалению Ну Ладно Зато У нас Будет 64 Электроники Сможем Что-то Построить С Электроникой Связанное Так Я Так Понимаю С лесом У нас Тоже Косяки Начинаются Да Здесь Рубить Здесь Рубить Здесь Рубить Сажать Выносим Да Меняем Нарубить Сажать Всех Троих Так Как У нас Сейчас Вроде Как Лес Есть В наличии Его Как На Какой Период Времени Хватит Сюда Нужно Будет 82 Единицы У нас Еще Примерно 90 Единиц Останется Лом Металл Да На строительство Этой сортировки Этого сортировочного Центра У нас Вроде Как Все ресурсы Есть Что у нас С народом Народа Вроде Как Нету Пока Свободного Да Да Пока Свободного Народа Нету Ладно Увеличиваем На тройку Скорость Давайте Смотрите Чего Здесь Нету Фруктов Не Хватает Проблема А что у нас С Собирателем Ага У Собирателя Просто Орел У его работы Вырубили лесники Да Мы вот Перенесем Этот Орел Работа Сейчас Куда-нибудь В другое место Вот сюда Допустим Потом Вернем обратно Как только Лесничий Засадит нам лес Вроде как Так Ну что У нас Скоро Здесь будет Постройка Нет Пока Еще не Скоро Еще не Все Дотащили Так У нас постепенно Появляется Уголь Да 143 человека Это у нас 7 свободных Я увеличиваю Логистику Логистику Давайте 23 Оставим Троих На воду Пустим Что Вода У нас С едой Вроде как Все хорошо Все стабилизировалось Производим Еды мы Достаточное Количество У нас Проблема Только Проблема С водой Но С водой Я не очень Понимаю Ну У нас Пока нет Такого Количества Населения Которое Позволило Бо мне Позволило Бо мне Полностью Нарастить Количество Работников Давайте Ограничим Воду На время Засухи Да Я не думаю Что сильно Повлияет Ну вообще Повлиял Конечно Настроение Наших Граждан Скоро Засуха Или Подождите А почему Я включил Ограничение Воды Близится Засуха То есть Я испугался Раньше Времени Ну в принципе Накопим Да 150 151 152 Со 152 До 153 Будет У нас Засуха Я думаю Что В принципе Мы Накопим Просто Ага Накопим Воду Ладно У нас Построили Нам Сортировку И теперь Мы можем 16 Рабочей силы Здесь может быть Вот это Прикол Здесь можно Останавливать Да Вот Лимиты Наши Опа Как Интересно Разбираем Нафиг Тогда Вот эту Всю Сортировку Сейчас Этого Еще Ресурс Поимеем На самом То Деле Сколько Свободного Места Высвободилось Охренеть Не встать 8 12 6 Ничего себе Какая Классная Вещь Вообще Сортировка Классная Вещь Но Только что-то Я не вижу Здесь Производство Электроники Которые Которые Мне Обещали В описании Ну Правда Ее Просто Здесь Нет Зато Явно Эта Сортировка Нам Сейчас Решит Весь Вопрос Потому Что Делают Ее Прям Ну Охренеть Так Хорошо Давайте Наверное Тогда Здесь Построим Склад Да Для Всего Этого Дела Да Конечно Тут Косячок Может Мы Конечно Что-нибудь Потом Воткнем Но Это Не Факт Не Факт Убрать Дорогу Что У нас Где-то Здесь Дорожки Были Не Востребованные Так Вот Тут Вроде Как И Вот Здесь Вот А Это У Нас Да Вот Но Вот Это Наверное Не Надо Было Убирать Ну Теперь Уже Ничего Не Поделаешь Склад Мы Сейчас Построим Как Нибудь Вот Так Вот Или Или Вот Так Вот Вот Так Вот Наверное Построим Прям Даже Два Склада Потому Что Сортировка Работает На Ура Насколько Я Вижу Еще Мы Сейчас Сюда Людей Добавим Сколько У нас Свободного Персонала Шесть Человек Водоносов Добиваем До Тридцати Двух Поскольку У нас Их Меньше Стало Логистов До Двадцати Пяти И Сортировщиков Да У нас Появилось Еще Шесть Свободных Мест На Сортировку Это Неплохо В принципе В принципе Неплохо Единственное Что Я хочу Склады Увеличить И соответственно Увеличить Лимиты Для этого Для Производства Этих Вещей У нас Уже Лимит По Пластику Да Да Вообще По Ткани Сейчас Лимит Выйдет Не Новая Сортировка Прям Бомбовая Вещь На самом Деле Да Получается Это Неплохо Это Неплохо 150 Человек У нас Персонала Давайте Сортировщиков Наверное Больше Увеличивать Не будем Мы Наверное Старьеровщиков Добавим И Добавим Еще Одного Водоноса С водой Вроде Неплохо Как раз Таки У нас Сейчас Засуха Придет А у нас Еще Все Еще Будет Работать Эдик Туда Который Призывает Наших Ребят Не тратить Не тратить Воду Да Как раз В засушливый Год Этот Эдик Скорее Всего Закончится Ну Ничего Страшного Что-то С едой У нас Начало Происходить Ну Да Народ Подрос Народ Подрос То Даже Этого Мы Рыбой Вроде Как Питались Большое Количество Не факт Не факт С водой Вроде Как Все Хорошо Уже 12 Тысяч Но Это Мы Вроде Как Накопили Эту Воду С 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 Осталось Построить Склады Как Я И Планировал Так Здесь У нас Все Зачистили Зачистили Вот Так Вот Да Я думаю Что Так Будет Хорошо Проводим Наши Дорожки Здесь Я Не знаю Что Поместится Может Быть Ничего Не Поместится Может Быть Мы Здесь Что Нибудь Декоративное Сделаем А Что У нас Там Вообще Еще С Дорогами Вот Тут Дорожка У нас Есть А Тут Нет Да Напрямую Здесь Дорогу Проведем А Пускай Здесь Будет Прям Проспект Может Быть Нам Сюда Что То Нужно Будет Добавить Пока Я В Этому Не Уверен Ладно С едой У нас Начинаются Косяки Сортировка У нас Закончилась Чем Мы Будем Изучать Дальше Пока Не Знаю Решим Наверное С вами В Следующей Серии Думаю Да Пока У нас Все Неплохо Мы Наконец Таки Достигли Момента Когда У нас Население Наконец Постепенно Восстанавливается Что У нас Он Привез Помидоры Помидоры Будем Брать Будем Брать Что Мы За Честную Сделку Задим Пищи 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 Пищу Не Дам Медикаментов Дам Так Вот Наверное Да Где-то Чтобы Было Совсем Справедливо Пищи Не Дам Пища Мне Самому Нужна А Помидоры Возьмем Помидоры Помидоры Это Хорошо Разнообразим Еще Одно Поле С Помидорами Посадим Ну Это Уже Ребят Будет В Следующей Серии Что Ребята Мы В Этой Серии Стабилизировали Практически Производство Всех Ресурсов Вроде Как Стабилизировали Наше Население Оно Пошло В плюс Мы Наконец Таки Смогли Вполне Себе Добиться Продуктивных Результатов И Разработали Центр Сортировки Который Заменил Нам Все Маленькие Сортировочные Центры И Который Работает Явно Намного Быстрее Чем Все Эти Маленькие Сортировочные Центры Также Мы Определили Что Нужно Поставить Два Склада На которых Мы Будем Хранить Как раз Таки Произведенные Ресурсы Центра Сортировки Ну а В следующей Серии Наверное Начнем Изучение Чего-то Новенького Ну и Также Продолжим Развитие Нашей Колонии А так Что Если Вам Понравилось Видео Ставьте Пальцы Вверх Подписывайтесь На мой Канал С вами Был Соб Увидимся В следующей Серии Продолжение следует...